Сегодня Нена ТВ находится в гостях у генерального директора рекламно-информационного агентства Евроэкшн Григория Гебенева. Здравствуйте, Григорий. Здравствуйте. Григорий, вот я когда написала себе Евроэкшн, для меня это вот какое-то такое зарубежное непонятное слово. Расскажите, пожалуйста, что это вообще такое? Ну, это не настолько страшно, как кажется, на самом деле. В 2003 году, это уже 9 лет назад практически, создавалось это рекламно-информационное агентство, когда подобных агентств в нашей регионе, в принципе, вообще не было. Никто этим не занимался, и нас самих пугало это название. Дело в том, что название нам немножко навязали, наши партнеры бывшие, в которых же было такое же агентство, и нам, в принципе, понравилось это название, потому что Евро мы имели отношение к созданию Европы Плюс, на тот момент в нашем городе Европы Плюс, слово Евро, как бы Плюс Экшн, слово Движение, оно модное на тот момент было Экшн, что-то делать, то есть Европейское движение, которое пришло в наш город, маленький город, числятся в 60 тысяч населения, и нам хотелось быть вот такими вот хорошими, взрослыми и стильными. А потом это слово, как бы, прижилось, и у людей оно большого отражения не вызывает. Евроэкшн уже к этому, в принципе, все привыкли. А, Григорий, сколько вы лет уже руководите агентством? С 2003 года, 12 июня. Еще складывается наш бизнес, это реклама, это информация и развлечение. Развлечение связано в основном с двумя радиостанциями на сегодняшний день, это Европа Плюс и Ретро ФМ. А вот все-таки наш сайт, он посвящен креативным и творческим людям, а Вы творческий человек? Однозначно могу сказать, да. Может быть, к сожалению, может быть, к счастью, но не всегда это помогает в бизнесе, творчеству. К сожалению. Это отвлекает, и не всегда то, что придумывается изначально, как что-то креативное, не всегда коммерчески выгодно. А вот скажите, бизнес вообще это творческая стезя? Абсолютно творческая, потому что любой бизнесмен, человек творческий, который что-то придумал с нуля, или что-то развивает, тему, которую он где-то услышал, у одного, у другого взял по чуть-чуть, и в итоге разознает, что это третье, большое. Я вообще, конечно, преклоняюсь перед людьми, которые умеют что-то создавать, потому что создать это, знаете, даже ребенка родить, то сложно, да, а тут вот все-таки бизнес это определенная степень ребенок, который создается. Но я знаю, что у вас до Евроэкшн был еще очень хороший такой, знаете, задел, и у вас очень богатый опыт. Так вот, я бы хотела, и думаю, что нашим зрителям будет интересно, кто такой Григорий Альдебенев Маленький? То есть началось с того, что вот как вообще вот мысль вам пришла в голову, что вы чего-то хотите создавать? То есть когда вот это первый раз появилось? Григорий Маленький – это космонавт в будущем. К сожалению, из-за этого ничего не получилось. Но тем не менее, мечтаю для них до сих пор, и если будет какая-то возможность полететь в космос, я приложу, пожалуйста. А вот чем она мгновенно? Вот той, например, политикой, когда вот все это с экранов телевизоров, да, вещалось, что или космонавт, или милиционер, или все-таки внутреннее какое-то вот желание? Я не думаю, чтобы ребенок Советского Союза хотел стать генсеком когда-нибудь, да, то есть как сейчас дети хотят, кем хочу быть? Хочу быть президентом, он говорит. Но мне было раньше, чтобы никто не хотел быть прежним. Все хотели быть кем-то, вот, романтикой, новенной профессией, геологом, шахтером, вот выходит он на шахтуне лицо все в угле. Вот это же, это замечательно, романтично. Там космонавтам. Космонавт это хорошо, потому что ты идешь, тебе насыпают цветами, ты достиг вершины всего. Я до сих пор не могу понять принцип слова бесконечность для меня абсолютно непонятно. По физике я объясняю, что такое бесконечность, а говорят то, о чем человек не знает, в принципе. У меня сын, да, вот маленький ребенок еще, я, как взрослый человек, у меня спрашивают, какое самое большое число? Я говорю, гугл, то, что мне говорили, он говорит, гугл, все понятно, гугл больше числа нет, да? Нет. И я спокойно объяснил, он говорит, а сколько будет гугл минус 100? А я не знаю, сколько будет гугл минус 100, потому что гугл это не число, это какое-то понятие абстрактное, абсолютно. И, кстати, термин гугл придумал ребенок, оказывается, потому что это социальная математика, насколько я помню, я прочитал об этом. Он единственное дал верное определение, он говорит, что гугл это единица, и пишешь нули, пока рука не устанет. То есть, у каждого свой гугл. Это абсолютно детское понятие, вот максимализм детский, в том числе и космонавты, вот к этому я веду, потому что... Вот оно понятие бесконечность. Да, ну что такое бесконечность? Ну как это, ну вот... Ну это завораживает? А ничего нет. Так это и завораживает, потому что ты все время ждешь чуда. Да, 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 да. А вы любите чудеса? Ну да, именно. А с вами случались когда-нибудь? Иногда я совершаю сам эти чудеса. А, классно. А можете рассказать про какое-нибудь вот такое чудо в жизни, которое вас вот, может быть, на что-то вдохновило, или наоборот, что-то вот потрясло? Меня потрясло то, что когда-то в детстве мечтал быть радиоведущим. Вот серьезно. Это радиоведущим, телевизионным ведущим. Я как дети балуются, докторов, это еще. Я всегда играл. У меня был стол маленький, я выкладывал листочки, мечтал их так, как это делалось с телевизора. И очень хотел быть радиодиджем. Я смотрел по другим городам, искал знакомых с каких-то. Я думаю, ну, легко же открыть, очень легко открыть радио у нас в городе. Подумал, надо же позвонить, пускай они откроют у нас филиал. Ну, это же так скучно. И какое счастье, что у нас в городе нашлись предприниматели, с которыми в свое время не были те же самые мысли, которые... Знаете, как создался его плюс в Котласе? Нет, нет. Один из предпринимателей, это Андрей, скажем, да, вот, он ездил в своей машине в дорогой, у него была магнитола, кнопки нажимались, а там пусто. Он говорит, ну, как же так, я еду, у меня магнитола есть, радио нет. И он вложил, собственно, деньги для того, чтобы вот нажимаешь эту кнопочку, а там музыка играла. Только лишь бы, чтобы в машине было комфортно ездить. Ну, это тоже романтик. А вы знаете, вот с этого, наверное, начинается бизнес, потому что мы, когда начинаем свой проект, мы же тоже начинаем с того, что нам чего-то не хватает в жизни. И когда вы свои проекты начинали, да, в том числе и некоторые агентства, да, о которых вы нам расскажете, вам же тоже чего-то не хватало в жизни? По поводу агентств, о которых сейчас расскажу, да. Давайте вот мы еще с детства, да, вот первый раз, когда, вот вы, наверное, в школе хорошо учились, раз такие числа большие знаете. Я не учился хорошо в школе, сразу говорю, потому что я не могу себя назвать ленивым человеком, но тем не менее некоторые вещи меня абсолютно не увлекали. А какие предметы увлекали? Меня увлекали физиком, математика меня не увлекала абсолютно, это физика очень увлекала, но способностей у меня к ней было мало, к сожалению. Так почему-то бывает, какой-то диссонанс в организме. Тем не менее, в дальнейшем я жизнь, она связана с каким-то образом, с абсолютно неточными науками. Гуманитарного склада, с гуманитарной наукой у меня было не очень. Вот физика мне нравилась, химия не нравилась, мне мог написать нормальное сочинение, но делал это без большого удовольствия. А вот были какие-то педагоги, потому что наставники в жизни играют очень большую роль, которые в школе как-то повлияли на ваше мировоззрение и становление вообще как личности? Могу сказать с точностью, 100% все преподаватели на меня повлияли каким-то образом. Хорошие преподаватели, как мне сейчас кажется, взрослому человеку, и плохие преподаватели. То есть каждый по-своему. Более компетентный, кто-то менее компетентный. Кто-то вот была у нас преподаватель русского языка и литературы, например, да? Мы ее легко могли уговорить во время урока, включить телевизор и посмотреть сериал, какой-то в Рыбы Нью-Зава, что-то такое. Вот она легко, потому что она любит свою работу. Вот она, в предыдущих правилах, она и скучна на уроках, и нам была скучна, абсолютно. Опять же, преподаватель по физике, который говорил, да, Галина Павловна, Головина, она потом работала в Ленинской первой школе, она была настолько увлечена своим предметом, она могла объяснять какие-то физические термины, она перемажется всем елом. У нее вот из-за этой позы, вот у нее были усы, как у Гитлера, потому что вот она постоянно вот такое делает, и вот здесь Петерня у себя была в Милу. Когда она писала на доске, это можно было ходить, выходить из класса, она этого не замечает абсолютно. Вот такие люди увлеченные, мне кажется, они делают и науку делают, и учит, и они завораживают. Я согласна с вами. А как родители вообще-то влияли на вас, как на личность? А как родители могут влиять на детей? На 100% они влияют. Но если родители, которые пекутся, да, немножко поясни вопрос, которые пекутся над своими детьми, трясутся, да, а из родителей, которые дают возможность им самостоятельно, то есть дают свободу выбора. Никаким образом на меня давление не производилось. Единственное, что я закончил школу как раз в 91-й год, я закончил 11 классов, передо мной был выбор. Широчайший на тот момент и не было платной системы образования, ничего не было. Но с другой стороны не было денег. Это вот самый голодный период, когда я собирал бутылки, ходил в Питере, когда пытался там учиться. Был абитуриентом, ничего там зазорного нет, есть было нечего, обратно ехать работы нет. То есть вот мы подошли как раз к первой трудной полосе в вашей жизни. Это когда вы учились. А вы осознанно выбирали вуз? Осознанно. На тот момент я был очень увлечен идеей, я был радиолюбителем. Начал где-то, наверное, с класса 6-го или 7-го, еще один увлеченный человек, там группа у нас мужчин, взрослых, у которых было хобби в городе, это радиолюбительство. Они собирали радиопредачи, трансидеры и занимались тем, что связывались с такими же увлеченными людьми в коротковолном диапазоне. Своя техника была, антенны делали, они и сейчас есть. Сергей Кулькарцев. Да, огромный привет. В том числе Андрей Вильчагин, очень много людей. А они были старше вас? Намного. Вот мое поколение, примерно, ну, я был в 6-м классе, например, Андрей Вильчагин был самый молодой, он только за ровно вернулся, ему было там лет 20, например. Ну, вообще для вас же это тоже было уже признание ваших заслуг каких-то и, наверное, это тоже влияло на становление вас как личности. Больше повлияло то, что есть люди, увлеченные чем-то, которые вовлекают в это молодых людей. Парни и девушек, меня, например, всегда поражают люди, тренеры, например. Тренеры, которые действительно пекутся в своих питомцах, они берут детей, воспитывают их за счет своего свободного времени, за счет своих маленьких зарплат. Они нигде больше не работают, они вот этим величиной. Неспроста, да, сейчас предприниматели занимаются тренерской работой, за свой счет, они открывают собственные школы, хоккеем детей учат, футбол учат, бокс учат сейчас, стрельбе. Это просто уважение. Наверное, знаете еще почему? У каждого есть своя детская мечта, вот у вас радиолюбитель, у меня мечта, я педагог, да, я люблю учить, и поэтому, конечно, каждый себя реализовывает, вот взрослая жизнь, и это супер, если у вас вот та мечта совпала с той деятельностью, которую вы имеете. И поэтому предприниматели, я их прекрасно понимаю, что они как раз реализуют, воплощают свои мечты именно сейчас, потому что есть возможность в этом. И замечательно, я тоже их уважаю за это. И город наш от этого становится лучше, правильно? Нет. А Григорий, вот вы закончили ВУЗ, и потом все-таки вернулись в Котлас, то есть... Ну, это не так, было не совсем так. Я учился в ВУЗе, так сказать, на протяжении 11 лет. В силу того, что у меня не получилось учиться очно, в какой-то период, да, я перевелся в другой ВУЗ, на заочный, но, тем не менее, я учился по своей специальности, это была радиосвязь, и в конечном итоге я заканчивал в железнодорожном ВУЗе, где у меня была специализация в системе передачи информации, радиосвязь, а основная специальность была символизация железнодорожки, на железной дороге. А как вам ваша профессия сейчас помогает? Ну, вот, по профилю, который вы учились? Я не могу сказать, что она мне каким-то образом помогает. Единственное, что способность сидеть с паяльником с детства, она мне помогает в том плане, что я не прибегаю к помощи каких-то инженеров-электронщиков, технической, да. Мне это проще. Я могу контролировать какие-то вещи, которые не может контролировать другой директор, например, да. Ему говорит, это стоит столько-то работы. Я говорю, да ладно, я это сам сделал бесплатно, точнее, не это говори. По второму образованию, я инженер-электрик. Все, что связано с электричеством, я могу любой прибор собрать, разобрать, собрать его заново, и все это будет работать. То есть вы даже сейчас принимаете участие вот в таких некоторых работах технического плана, да, здесь? Я это делал с удовольствием, даже не от того, что мне это нужно, это просто интересно все это. Григорий, вот давайте поговорим о первом бизнесе. То есть что это было? Это было агентство. Почему агентство? Потому что, ну, многие предприниматели знают, да, о том, что когда нет начального капитала, очень сложно что-то создавать пустого места. Это можно сделать агентство, то есть быть посредником между кем-то и кем-то и зарабатывать деньги на этом. Сводить людей каких-то нужных. На тот момент это было, сейчас скажу, 94-й, 94-й год. Вот как раз такое время. Непонятное, голодное, 94-й, 96-й год. Была мысль создать что-то новое, то, чего в городе нет. Интернета тогда не было, посмотреть было, собственно, негде. Я вдохнулся на день журнал, в котором была реклама в агентстве, которое оказывает услуги по подбору нянь, домоработниц, гувернеров. Слово гувернеров тогда практически не считало. Ну да, вообще считалось, как сказать, буржуазные всякие такие вещи. Абсолютно, абсолютно. Я это слово очень боялся. Там услуга, например, по предоставлению повара. Это было уже в Москве, в подборах. Какой повар, о чем речь. Тем не менее, в будущем эта услуга пошла. Это было очень интересно. А сколько курьезных случаев было смешно, связано с агентством. Вот это был первый опыт. К сожалению, он закончился ничем. Я могу рассказать, почему. Потому что город у нас очень маленький, он не готов к этому. Кто был клиентом, это были люди обеспеченные. У кого были деньги. Потому что была на тот момент, в 90-х годах, очень большая разница между людьми богатыми и людьми бедными. Кто-то ничего не имел, работал на предприятиях, которые еще тогда существовали. Ну там же не платили денежки. Абсолютно бетонных изделий и так далее. Промышленность была. Они платили денежки, они большие. А были люди, которые рисковали, вложили деньги и занимали постепенно эти ниши, которые сейчас не заняты. Продали ваучеры, да? Сделали... Да, ну каким-то образом. У кого-то были знакомства, у кого-то была квартира, он продал. Как Олег Зинберг, например, он принес из дома 4 кастрюли, на этом и бизнес начался. Вот. Агрок, кстати, большое уважение вызывает этот человек, потому что в моих глазах это все происходило. Это было просто супер. И то, чего человек достиг сейчас. Вот. А мне хотелось сделать, что это то, чего не было. Соответственно, я не был ни формы договора, а я не юрист никакой. Как это делается? Я решил, собрал вещи, поехал в город Ярославль. Почему Ярославль-то не учился, да? В какое-то время в Ярославле. Там было агентство, оно называлось «Фракенбок». Название очень интересное. Я подумал, нам поеду. Поехал, связался с владельцем агентства. Она говорит, а с какой стати я буду тебе бесплатно рассказывать, как я это делаю? Резонно. Об этом я не думал. Никакого потоведения бизнеса не было абсолютно. Вот. Но тем не менее, она говорит, а могу тебе продать нам за 1000 долларов и пакет документов, и пользуюсь у себя в маленьком городе. Ну, у тебя все закончится ничем, я тебе гарантирую и так далее. Тем не менее, рискнул, все сделал. Вот. По поводу курьезных случаев, отвлекся от темы. Предприниматель-верхушка, все со своими причудами, например, обратилась женщина в свое время, она говорит, мне нужна домработница, но очень срочно, очень срочно, можно 2-3. Я говорю, ну это стоит в 3 раза дороже. Без разницы, без разницы. Я говорю, чего? У меня муж в командировке, вот он звонит и говорит, если... Она очень ряшливая. Говорит, я ничего, я не готовлю, меня дома не прибрано. Да не то, что некогда, она это не любит. Вот я знаю ее до сих пор, мы с дружим даже, в какой-то степени. Вот, общаемся по работе теперь. Она говорит, ну не хочу этого дела, пришлите, никому не заплачу любые деньги. Если у меня квартира будет чистая, все сварено, все сделано, он мне купит шуб без сон. Серьезно. Ну и как шуба? Я нагнал всех девчонок, которые у меня работали, они вычистили квартиру, они плевались, вынесли кучу там коробок всякого хлама, кто там под ванной не лежал, это просто ужас. Она там с предыдущих жильцев, там, никогда не бралась квартира. Они говорили, она ходила в шубы. Она ходила в шубы, да, супер, она заплатила очень отличные деньги по тем временам, девчонки были довольны. Надо взять на заметку. Кстати, да, ну как же женщины все расчет мужчины живые, за его же деньги в чьи же будут. Сколько она вложила денег в уборку. Хороший бизнес, кстати. Маркетинг и выход. Да, хороший. А скажите, вот вообще, насколько пользовалась популярностью агентства? Я видела рекламу в газете, мне было это интересно, потому что, ну, детей у меня еще так... Это был какой год-то? Ну, первое, 94-й, 95-й, 96-й, потом перелыв, у вас другое агентство, первое агентство называлось Арина, там была такая еще девочка, ручья, она очень симпатичная, все ее помнят почему-то в рекламе. Потому что оно было первое. Да, потом было агентство Арина-2, скажем, оно подпределось. Через какое-то время я подумал, что рынок готов, но он изменился, и несколько другие там были услуги, и в третий раз мы пытались открыть это агентство, называлось Берёдобрых услуг. Берёдобрых услуг, это уже, в принципе, все уже, все объемлющий пакет, да, то есть и уборка, и мытье окон, и все остальное. А почему закрыли? Дело в том, что это очень много времени отнимает, это 24 часа в сутки. Бизнес очень такой хлопотный, потому что нужно и на встречи ходить, и клиент находится... Ну, серообслуживание всегда сложно. В основном находится дома клиент, офис одержать непозволительно, потому что доход нестабилен. Сегодня есть, завтра нет, он еще сезонный, как оказалось, то, чего я и не знал, да, потому что... А когда больше спросом пользовался? Спросом пользуется по осени, не могу объяснить, почему. В летний период все в отпусках, соответственно, с родителями и детям находятся, но и по весне, наверное, где-то, начиная с новогодних праздников до марта. Все остальное время вот так, с хлеба на воду, к сожалению, потому что город у нас маленький, другой спектр услуг в рамках этого агента предложить невозможно. Я думаю, что еще, наверное, лет пять будет не готов наживаться к этому бизнесу для того, чтобы тот опыт заниматься, зарабатывать все на жизнь. Я просто... Сезонность действительно имеет место, я уже понял. Я просто сейчас знаю, столкнулась тоже с такой проблемой, у меня есть коллеги по бизнесу, и они искали няню. И очень сложно сейчас найти няню, именно которой можно доверить ребенка. Все-таки агентство, оно дает какую-то гарантию, да? Совершенно верно. Очень много, как есть черные риелторы, есть агентство недвижимости, точно так же есть няни, которые ходят сами по себе и предлагают себя в качестве няни. Они предлагают, у них нет ни справки медицинской, у них нет документов об образовании, никакого абсолютно. У них нет опыта работы. И нет уверенности. Нет уверенности, что бабушка, которая говорит о хорошей няне, там и в конце дня отдаст, грубо говоря, с ребенком, потому что первый раз и в пяток даже. Самое главное, все ли в партии целое останется. Кто за это вообще ответственность несет, человеку доверяет. Мало того, что там... Жизнь ребенка еще. Жизнь ребенка, это самое ценное. Были случаи, когда у меня работники ухажали за животными, не только за детьми, но за животными. Их выгуливали, потому что люди допоздна работают, и была потребность в том, чтобы выгуливать животных. У меня ходили девочки-студентки из Котовского петучилища. И выгуливали. Убежала собака стоимостью 2,5 тысячи долларов. И кто будет выплачивать эти деньги? Мы агентство, в принципе, мы такой ответственности по договору не несли, но тем не менее мы этот вопрос уладили, скажем. Но вот этот вопрос был очень неприятный. И я первый раз тогда испугался, потому что потерялась собака. А если потерять собака, что будет? Ну да, ответственность большая. Мы юридически ограждены, вроде бы, но морально права у нас такого нет. Этот бизнес, он не приносил достаточное количество денег для того, чтобы это делать. Во-первых, я человек такой добрый. Это иногда мешает в бизнесе, потому что для меня было главное, чтобы вот эти учителя и воспитатели, которые зарабатывают копейки у себя на работе, они имели возможность дополнительного заработка. И совершенно у меня не так, как в Москве происходило, 70% оставляя себе, 30% нянь, у меня получалось наоборот, 30% оставляя себе, а 70% нянь и всем, кто-то работал, они, в принципе, были довольны от этого бизнеса. У них все было замечательно. Но за меньшие деньги они работать не соглашались. А так как количество заявок было небольшим, соответственно, этот бизнес сам себя окупал, но никакого развития в этом не было. Все деньги тратились на рекламу, все деньги тратились на организацию бизнеса, и все, в принципе, это было в ноль. Хороший такой хобби. А Григорий, вот еще вопрос, который перед этим хотелось задать. А как вообще идея пришла в бизнес начать? Люди работающие, как обычно, после того, как они заканчивают свою учебу, то есть ищут где-то перестроиться, и где бы теплое местечко, чтобы хорошо платили? Когда это в разговоре прозвучало, что вы с театром не имели дело. Ну, да, если я имел дело с театром, но это случилось каким-то случайным, абсолютно. Когда я пришел из... служил на флоте, пришел уже, служил, был вопрос в том, что ситуация поменялась в политической стране, экономическая тоже. Тяжелые времена это все были, да? Я пришел, а меня на завод обратно не берут. Завод керамзета бетонных изделий, где я был учеником электрика. Они сказали, ну, парень, мы тебя возьмем, ну, ты пойми, что мы тебя и сократим тоже. Мы тебе по закону обязаны взять, но у меня сокращение на заводе. Вот, и вообще в процессе продажи он был тогда завод, он говорит, давай-ка ты иди-ка, куда подальше, поищи что-нибудь еще. Я стал искать на железной дороге. У меня там брат работал, с семьей там, связи мне ничего не получилось, потому что там тоже свое сокращение было. И вот, как бы, ходил, 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 и в центр занятости обратился, там дает справочка такую, да, с печатью. Да, есть такая вакансия электриком в театре. Семьдесят рублей была зарплата тогда, я сейчас не помню, много ли это мало, с инфляцией я уже запутался, я уже не помню, сколько. Семьдесят рублей это было совсем ничего, потому что зарплата была в 250-м году. Это было в девяносто четвертом году. Я сто пятьдесят получала, работая в сельской школе. Ну, значит, я прав. Семьдесят рублей это была такая символическая зарплата, но у меня директор, это был Сергей Чекляков, который всегда представлял себя очень интересно в театре. Он звонил спонсорам всегда в то время и говорил, здравствуйте, это вас беспокоит, директор очень романтического театра, поэстетическому. Очень романтический. Он как менеджер сталец. Согласен. Царствие на небесное, вот он некоторым вещам научил, потому что вот в то время, он еще такой советской закалки, он сам актер, вот его поставили директором, как назначали раньше, да, назначение создания, ну, пришлось существовать в этих рамках, он играл роль директора. И не всегда все получалось в бюджетных рамках, и всегда были такие какие-то заначки, у каждого директора было это. У него был сейф, там стоял ящик водки, и сверху стояла такая коробка шоколадного. Женщина расплачивалась с шоколадками, а с шабашниками расплачивалась водка. Открывался сейф такой вот, сейчас такой вот, это валютный резерв. Да, 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 но всегда все было. Но тем не менее, это тоже был такой ход, я всегда, у меня всегда конфетка... У вас тоже такой сеть есть, да? Да, да, это все всегда есть. Вот. Ну, устроился я рейтинг там в театрах, я там ходил, у меня было что-то есть, да? Ходил, туда еще был не женат, водитель на шее безумно не хотел сидеть, вообще никак. Они мне предлагали, там, отец, у меня работу, он был строителем, сейчас уже на пенсии, мама была учительницей, у них заработок в принципе был по тем временам тоже не очень. Но хотелось у меня чего-то большее, да? Хотелось как-то развиваться, вот электриком, в рамках электриком мне не нравилось быть. И освобождалась вакансия на тот момент с звукооператором. Звукооператором там... Опять все ближе к радио, да? По сути-то? Да, потому что я все равно там терся в этих кругах, я там что-то принеси-вынеси, мне это очень нравилось, что-то помогало, то, что знало, то, что они не знали. Кроме того, я же музыкантом был, и я вот еще хотел сказать, у меня хобби со школы, Сергей Ильич Попов, у нас был коллектив детского, у меня целое поколение, внецкое поколение было школьных ансамблей. А вы на чем играли? Я попал в самый последний, гитара, вокал, мы играли, вот у нас был такой мини-ласковый май, мы ездили. Классно. Да, ездили, ну, может, не совсем законно все это было, эксплуатировали детский дом. Но раньше ведь об этом и не думали. Он был продюсером, вот тем Котовским, первым советским продюсером, тогда еще, который просто детям платил деньги. И по тем временам, это уже можно назвать, что мы дети были предпринимателями, потому что мы об этом заботились, мы какой-то музыкальный репертуар репетировали, мы что-то делали, у нас была своя концертная программа, и мы за деньги выступали. И знали, зачем это делаете? Да, на свадьбах, школьники, нам было по 17-16 лет, мы работали на свадьбах. Так это здорово. Вот, я это очень ценю, этот опыт, потому что дальше это помогло, и когда было ничего есть, мы работали в ресторанах, в том числе и в «Легенде», и в ресторан «Северный». Вот, кстати, оттуда вышло очень много людей, там, например, Миша Попов, у него была своя музыкальная студия, сын Сергея Денисовича, сейчас он работает в «Гамме», с звукоинженером. Андрей Титов, он у нас был гитарист и клавишник, он сейчас, у него автосалон очень большой в Санкт-Петербурге, да, он был главным редактором журнала «Антилоп Огну», его ЖД-проект, Нади Дурягина, она в Архангельске, она была ведущей на русском радио, то есть человек творческий, у нее сейчас свой проект тоже на «Теле-2» работает, конкретно, директор. Потом, у вас есть «Рэкшн», да, я связан с радио, Света Лахтионов, очень интересная, у меня была такая маленькая девочка в улице Кедрова, она очень долго жила в «Эквадоре», по-моему, она с супругом при посольстве, они переводчики, абсолютно сейчас муглая, сейчас она работает, по-моему, в Финляндии. Все как-то себя реализовали, очень интересно, я сейчас оглядываюсь назад, достаточно интересно, я думаю, что вот толчок к этому дал как раз этот коллектив. Это как раз и говорит о том, что творческие – это люди, а они все-таки в жизни ищут, находят и не сдаются, и что-то растает. Ну, знаю, всех музыкантов в городе, да, вот как бы, и породил свои службы, и по своей жизни, все ребята. Работа «Электрика» мне не нравилась, мне нравилось, например, оформление спектаклей, почему я стал работать с звукоинженером, сначала звукооператором, а потом заведующим радио цехами, в Савасе театре, вот, потому что я имел непосредственное отношение к созданию спектаклей, так называемое музыкальное оформление, не посчастливилось с работой с Могерем, и все о нем, вот, и они мне спасибо говорят, и я им говорю спасибо за оставление моей личности. Опыт. Опыт, да, что такое создание спектакля, это тоже самый коммерческий проект. Есть пьеса, ее нужно вот сделать, режиссер что-то придумывает, есть цех художников, которые это рисуют на бумаге, есть цех декораторов, которые это реализуют в дереве, в металле, в бумаге, в каком-то, есть актеры, которые придумывают роль, что-то делают, и в конечном итоге есть вот музыкальное оформление, без музыкального оформления спектакля не будет, без света не будет спектакля, без каких-то эффектов, там, вот, без мотивировочек не будет. И получается какое-то вот детище, которое выстрадали за полгода, и потом... А вот скажите, есть ли у вас ресурсы в интернете? Я знаю, что у вас есть группы, в ВКонтакте, по-моему, да, есть группа. То есть ведь сейчас интернет, это вообще 24-часовое вещение. Согласен, это очень интересно. Есть у нас проекты в интернете, более того, мы тоже интегрируемся туда, потому что мы не можем вытащить человека из интернета. Зачем нам вытаскивать его оттуда, когда мы можем... Тогда он должен так, да. Совершенно верно. Поэтому у нас есть группа ВКонтакте для лиц, скажем, молодых. Есть у нас группа своя на Фейсбуке. Кстати, расскажу очень интересную статистика есть. Есть у нас Твиттер, который активно живет, как многие не удивляются. У нас очень много гордых пользователей Твиттера. Основные люди молодые, это сегодня они еще школьники и студенты, а завтра они вырастут и с Твиттерами не просидятся. Это социальная сеть очень широкая. Мы пользуемся как каналом новостей в Твиттере. И люди подписаны, они получают новости очень регулярно. Это здорово. У нас 15 выпусков новостей в день. Они все самостоятельные. 15, это 7 на Европе, 8 на Европе, 7 на Ретро. Это очень много. Даже я иногда их слышу, хотя я, в принципе, занято очень... Раз в час новости, они местные. Они все местные, их можно слушать, их нужно слушать, потому что они сами оперативны. Газеты это раз в неделю, телевидение это только вечером один раз, а мы это им 15 раз. То есть что-то случилось в городе, через 10 минут это уже в эфире у нас. Есть у нас свой сайт kotlas.euroba+.ru, есть сайт kotlas.reterfem.ru. Я, кстати, ни разу на них не была. Ну, зайдите, посмотрите, там есть и местные новости, в том числе. А мы можем и ссылочки дать на них, потому что, я думаю, что вам тоже это будет интересно. Давайте поменять ссылку. Давайте, да. Я думаю, что это будет интересно. Основное внимание мы сейчас пытаемся, мы тренируемся, скажем, делать общение с соцслушателями через ВКонтакте и через Фейсбук. Публика абсолютно разная. Я однажды сделал эксперимент и спустил голосование. Где вы слушаете Европа Плюс? Плюс, чаще всего были варианты в автомобиле, на кухне, на работе, в мобильном гаджете, в каком-то там, в ушах и так далее. Если это ВКонтакте, соответственно, люди сказали на компьютере, в мобильном гаджете, на Фейсбуке процентов 70 сказали в автомобиле. Соответственно, вся публика, у которых есть автомобили, которые есть, они все на Фейсбуке, все, кто помоложе, это ВКонтакте. Тем самым мы теперь уже, зная эту информацию, распределяем ее по возрастным категориям. По социальному статусу. Это очень интересно. Я, кстати, сама из Фейсбуки, у нас тоже у нашего канала Нина ТВ есть в Фейсбуке группа. Единственное, что она только еще, мы только начали, мы только родились 1 сентября, ну, можно сказать, 15-го сайт запустили, и мы еще совсем молодые. И в Фейсбуке это бизнес-аудитория, вот в основном, там большое количество людей, которые обмениваются идеями и двигают свои идеи. ВКонтакте это молодежь, я с вами согласна. А где легче? С кем легче? С кем легче ВКонтакте, потому что молодежь вот эта, она более активна. Почему формат Европа Плюс, он очень успешен? Нет рамок молодежи. Ну, имеется в виду, они говорят то, что думают на сегодняшний день. Они более демократичны, потому что вот люди из Фейсбука, они более сдержаны. Их ничто не заставит написать там привет, например. Интернет сейчас это то место, куда стремятся все, потому что там находятся все. И есть ли у вас проекты, которые вы планируете вот на сегодняшний момент вести именно на интернет-ресурсах? То есть это какие-то конкурсы, это какие-то... Нет, абсолютно есть такие проекты. Во-первых, у нас радио, сейчас будет вещание в интернете, на нашей странице, можно было слушать радио в интернете. Классно, я, кстати, всегда слушаю радио, только не на вашей странице в интернете. Там, на Московской радио и Питерской, нас это немного смущает, потому что мы ведем собственную программу. Кроме того, у нас сейчас все программы, которые идут из студии, у нас есть видеотрансляция. Очень хотелось бы, чтобы вот мы, как наша компания, она оставалась в центре информации, потому что человек в нашем мире сейчас без информации, в принципе, не может. Я знаю и по себе, и по своим ровесникам, по своим друзьям, по партнерам, по бизнесу, первое, что они начинают делать с утра, либо лезут в интернет за новостями, либо они включают канал телевизионный, либо радиный, у них информационный голод уже с утра. Мы уже приучены к этому, мы должны быть в курсе всего. Вот эта глобальная сеть, семерная паутина, всех развертила тем, что Индия это не так далеко, это один клик, мышка, и ты уже в Индии, да? Раньше, чтобы там Австралия, Австралия, он был в Австралии, да, завтра, значит, пойду в Австралию и схожу через интернет. Я приеду в Австралию вживую, и мне будет не так интересно, потому что я уже это все видел, в принципе, и так далее. Чудо происходит какое-то, вид изменяется, человек, личность изменяется, вот характер человека изменяется. Темпоритом изменяется, если вспомнить конец 80-х годов, как люди ходили хотя бы, как они передвигались по улице, они до сейчас они носятся, бегают, как люди, как людей обслуживали в магазине. Человек мог в очереди просто стоять полдня, я считал, это нормально за глобасом, никто никуда не торопился, потому что он в пять заканчивал, в пять пробил, он вошел с работы, люди иначе жили. Сейчас, к сожалению, а может быть, к счастью, не так. Григорий, вот скажите, можно ли сказать, что ваша работа – это ваше хобби, или у вас есть еще какое-то увлечение сейчас, которое не связано с вашей деятельностью? Это великое счастье, потому что вот это и есть мое хобби. Мне очень нравится этим заниматься, и я по своей натуре абсолютно не радиоведущий. У меня и дефекты речи, у меня и ход мыслей, и не как у радиоведущего. Но, к сожалению, мне приходится заниматься, но мне это нравится что-то, и вот мне это нравится это делать, к сожалению, или с счастью, не знаю. Но теперь моя жизнь вот таким образом построена, что навряд ли я с этой темой куда-то уйду. А как семья с этим соглашается? То есть вы, по сути, 24 часа на работе, потому что здесь на работе, дома на работе. То есть как вообще? Ну а как с этим? А что с этим можно говорить? Я уже достаточно занято и все, там настолько, что... Мы встречаемся часов в 10 вечера, серьезно говорю, включая бедного ребенка, который таскается то у меня, то у мамы, еще где-то по кружкам, по английским и так далее. Знаете, это очень сильно развивает детей. К сожалению, угораздило ребенка в 2 года научиться читать, в 2 года. Да, мы слышали об этом. Это просто, я считаю, что это ужасно, он не умел плоску держать, и читать в 2 года. Вы хотите сказать, что у него детства не было? Я, он неправильно развивается, как кажется, он сильно. Нет, у него свой путь в этой жизни, это правильный путь, потому что это его путь. Он никого не спрашивает, но это правда, он на себе замкнут, я не знаю, что из него будет, но что-то будет. Вы знаете, есть люди, которые замкнутые, возьмите вот этого Перельмана, который даже за премию не пошел, но они великие, поэтому, правильно Саша говорит, у вашего ребенка свой путь, и не надо сейчас на этом зацикливаться, пусть он живет, как он живет. Главное, вот еще, знаете, цель-то какая родителей, я вам как педагог тоже говорю, и жена у вас педагог, поэтому это дать возможность выбора ребенку, он сам выберет, чего ему надо. Вспомнили слова, я всегда всем говорю, в свое время привозили Таркенберга, когда он еще жив был, да, разумеется, это было в 2004 году, сюда скандальный был проект, тогда он там, несензурная лексика и так далее. Мы его сюда привозили с концерта по линии Европа Плюс. Безумно понравился этот человек, как личность, потому что мне всегда, я к ним, вот, интервью было точно такое же в эфире, я очень с ним, мы два дня с ним провели здесь. Он сказал такую вещь, я говорю, он, Роман, как так получилось? В принципе, несимпатичный человек, рыжий, толстый, который говорит нецензурные шутки, такие похабленные, которые волосатые, вот он весь такой. Как так получилось, что вот на вершине шоу-бизнеса сейчас на то время были, а он говорит, а все очень просто, мне было очень сложно, было очень трудно до тех пор, пока я не стал великим. А как я стал великим, все стало очень просто. Я понял для себя, на самом деле, надо однажды сказать, я великий, и пусть все люди с этим считаются. Как есть правило у диджеев, да, не, как они говорят-то, не диджеи музыку заказывают, а диджеи диктуют моду, вы должны танцевать то, что я стал великим. Совершенно верно, это, мне кажется, основное правило бизнеса в том числе. Вот он говорит, проснулась утром, я великий. Все, всех в этом убедил, и гонорары возросли в несколько раз. А фамилию он поменял, после того, как он сказал, я великий, или до того? Ну, фамилия Гордонов. Я видел у паспора, держал в руках, это псевдоним, я думаю, что который привлекает внимание, опять же, своей скандальности. У него семья очень интеллигентная, санкт-петербургская, папа у него известный врач, сексолог, кстати, он вел программу Адамова Яблока, если помните, не вел, а был, сексолог, там такая рубрика была. Не Щеглов? Щеглов, Щеглов, но это не фамилия его, Щеглов, он тоже Горбунов, это тоже псевдоним, но тем не менее, семья у него очень интеллигентная. Вот он вырос таким. Но опять, видите, среда питательная была, то есть, все-таки нужна вот та среда, которая даст возможность вырасти, это, как говорят, лидер, его невозможно вырастить, он сам вырастет, но нужно вот его в ту среду поместить, которая даст питание, для того, чтобы он вырастет. Да, опять же, касается Тротенберга, у него филологическое образование, он филолог, у него в учебной степени была, он собирал фольклор. Вот что-то из этого выросло, какой-то у него коммерческий проект. Он в жизни не такой был, как на сцене, абсолютно. Это его имидж, это образ. Григорий, скажите, вот есть большое количество людей, которые хотят открыть свой бизнес или открыть какой-то свой новый проект, и они боятся это сделать. У нас это традиционный вопрос, мы, в принципе, всем предпринимателям задаем его, что бы вы посоветовали, с чего начать, то есть, ведь есть трудности, которые встречаются на пути, как вот их преодолевать, потому что бизнес – это ответственность. Я думаю, что нужно найти свое место в жизни, определить его, свое место в жизни. Либо ты работаешь на дядю, либо дядя на тебя работает. Вот это основная позиция, потому что иначе никак. Либо ты всю жизнь… Люди ведь разные по характеру, не все могут заниматься бизнесом. Опять же, касаясь учителей, да, я знаю много учителей, которые всю жизнь работают учителями, и вот они говорят, мне нравится работать с детьми. Ну, с детьми можно работать и сейчас на школе, с детьми можно еще как-то, но нету, не предпринимаясь к их руки. Есть люди, которые всю жизнь работают электриками, и они работают электриками, а есть, которые открываются и фирмы по электрике, там, они растут каким-то образом. Ну, это не во всех. Пытаются что-то изменить в своей жизни? Есть муравьи трудные, есть муравьи воины, тут, мне кажется… Вот слово «найти себя» заключить, наверное, так, «найти себя обязательно». Обязательно, да. Ну, определить, да, сказать, либо я великий, либо я никто. На моих глазах, как бы, происходило становление бизнеса в отрасли тоже, да, вот, и я это видел, как это происходило, с коммерческой ларьки, сникерс и все, и все пытались заниматься этим. Когда и налоги не платили, это было не модно, да и государство особо не следило за этим, когда пошел на вокзал, продал коробку мороженого, поехал в Питер в ресторан с девушкой, на самолете приехал, еще мороженое продал, все деньги спустил. Никто не думал, как эти деньги дальше вкладывать или развивать этот бизнес, потому что никто не представлял даже. Не знали, как это делать. И, соответственно, вот это поколение ларешников, которые были в такси сейчас работают, все ездят и все, они кончились как предприниматели. Потому что мы шли, вот образ решения такой, да, что вот продал, взял, потратил, продал, взял, потратил. У меня, да, очень хороший знакомый тоже, он занимался, у него была сеть в магазинах парфюмировках, по городу, в таксировании. Это такой закон по максимуму, да, это закон потолка, то есть у каждого человека есть свой ресурс, его эффективность. Есть люди десятки, есть люди восьмерки, есть люди пятерки, да, ну если вот по шкале, да, определять. То есть вот я сейчас просто коснулась с этим, это очень интересная теория, и, наверное, вот те люди, которые когда-то в свой момент свой ресурс выработали, да, вот они дальше не стали развиваться. И это ключевой момент того, что человек пошел работать обратно, уже не развивая, потому что нет было развития, дальше все, потолок. Упущенное время, там разные-разные моменты, упущенное время, кто-то взял кредиты, сложное время попал на кризис, вот в кризис же все решилось, в кризис. Кто смог мыслить иначе, они выжили, кто не смог мыслить по-новому, они не выжили, они остались, они просто потратили деньги, ушли в кредиты, продали квартиры свои, остались ни с чем, а ездили на дорогих реномарках, одевались в крутых салонах, там, магазинах. Жизнь такая штука. Получается, что идея движет человека? Абсолютно, то есть человек идет за своим мозгом. Все остальное приложится по дороге, и в том числе и деньги. А идея, это как раз то, что должно вспыхнуть яркой вспышкой, да, в голове, и сказать, я великий, я это сделаю. Да, вот, да, если ставить в голову сегодняшнюю встречу вот эти слова Тартенберга, которые все, я повторяю всегда, они, вот, до сих пор мне потрясли эти слова, он сказал это в шутку на самом деле, я не думаю, что он вкладывал в это какие-то большие смыслы. Но в этом есть истина. Но он об этом думал, да, он сказал, зря ничего не говорил. А Григорий, вы можете про себя сказать, я великий? И пока нет. Вот, я понимаю, что еще нет, у меня есть очень много задумок, связанных с какими-то розничными продажами, интересно, как-то в городе ниши у нас не заняты, с интернет-проектами, и с медийными проектами, грандиозные планы, меня от них аж ждут захвата, серьезно говоря. Но как их реализовать пока? Я вижу инструмент, как это сделать, будет это жить или не будет, вот еще не знаю. А зрителям этого замечательного канала от всей души желаю успехов, процветания во всем, что бы вы ни делали, что бы ни начинали, что бы вам это приносило настоящее удовольствие. Спасибо большое. Спасибо.